Позиция администрации Барнаула проста. Уж с чем, а с озеленением в городе полный порядок. Чиновники рапортуют о тысячах гектаров зеленых площадей. И с каждым годом, уверяют они, город становится все зеленее и зеленее. В 2017 году было построено 15 зеленых уголков. В 2018 году 21 зеленый уголок. В текущем году планируется 13 создать. За истекший год было высажено более 5700 деревьев разных пород. Но у общественников другая позиция. Дело не в гектарах и не в количестве высаженных деревьев, а в системном подходе, говорят они. Их поддерживают профессионалы. Станислав Зенков, почетный архитектор России, наглядно с помощью аэроснимков пояснил. За последние годы площадь городских парков сильно сократилась под натиском жилой застройки. И компенсировать утраты, по его мнению, никто не собирается. Анализ нового генерального плана, замечание. Замечание одно. Раздела озеленения города Барнаул как такого в генеральном плане нет. Зенкова поддержали экологи. По мнению Алексея Грибкова, парки и городские леса настолько важны для Барнаула, что пора создать отдельную структуру для управления ими. И опробовать ее можно на парке Изумрудном. Представитель городской администрации, кстати, заверил, что это место отдыха взяли под свой контроль городские власти. Не должно быть там каких-то серьезных развлекательных мероприятий, то есть увеселительных. Это все-таки в основном территория кладбища. Не должно быть ни в коем случае там никаких, значит, стройки. Скорее всего будет создана структура городская. Это наподобие как парк центральный, который будет ухаживать за парком, следить за его территорией, убирать и так далее. Но когда это произойдет, пока непонятно. Известно, что сейчас ведется разработка новой планировки территории. А неравнодушные жители уже могут поучаствовать в судьбе Изумрудного. 20 апреля в парке пройдет массовый субботник по очистке территории. Илья Кченков, Николай Шелко, Александр Андропов. Наши новости.